Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Ответственные лица доложили о готовности избирательной комиссии к проведению выборов, а также о совместной деятельности органов государственной власти, избиркома, органов безопасности и правоохранительных структур, МЧС по обеспечению общественной стабильности и безопасности граждан, о принимаемых мерах по профилактике и дестабилизации обстановки. Сегодня несколько жителей Карачаева-Черкесии поступили на контрактную службу. Оформление документов прошло в республиканском военкомате. В ближайшее время часть контрактников отправятся в резервный полк, который дислоцируется под Владикавказом. Другие поступят в распоряжение части в Севастополе. С начала года на службу по контракту поступили около сотни жителей республики. А в минувшем году регион полностью выполнил заявку на полторы тысячи человек. Напомним, что уже при подписании контракта сроком на год и более человек получает единовременную выплату от президента России в размере 195 тысяч рублей, а также 200 тысяч от правительства Карачаева-Черкесии. Кроме того, по прибытии в часть ему положено подъемное пособие. То есть в течение первых недель гражданин помимо зарплаты получит на руки около 4-20 тысяч рублей. Разумеется, предусмотрены и другие льготы. Слово сейчас правительства на федеральном и на региональном уровне предусмотрено очень много льгот. К примеру, если человек имеет статус ветерана боевых действий, ну и удостоверение, которое к нему прилагается, ему положена социальная пенсия, которая на сегодняшний день составляет 4 180 рублей ежемесячно человеку выплачивается. Потому что я также являюсь ветераном боевых действий, каждый месяц я эту пенсию получаю социальную. Также человек освобождается от уплаты налога за транспортные средства, если оно не превышает по мощности более 150 лошадей. И также скидка на жилищно-коммунальные услуги 50%, если жилье зарегистрированного человека освобождается от налогов за один дом, который оформлен на самого ветерана боевых действий, на одну квартиру и на один земельный участок до 6 соток. То есть налог, который ежегодно не платят на каждую из одной позиций из этих данных категорий. Около 250 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей, два случая незаконной перевозки травматического оружия – таковы результаты первых двух рейдов, которые сотрудники автоинспекции Карачаево-Черкесии провели с начала текущего года совместно с представителями других правоохранительных служб. Участие в третьем профилактическом мероприятии приняла съемочная группа «Вестей» и репортаж Артур Мхце. Автомобилисты Карачаево-Черкесии постепенно привыкают к совместным рейдам сотрудников сразу нескольких ведомств. Относительно недавний случай, когда участники свадьбы своей стрельбой устроили в черкесский переполох, не остался без внимания правоохранительных служб. Теперь автоинспекторы периодически дежурят на улицах вместе с представителями Росгвардии. В результате первых двух с начала года рейдов были выявлены два провоза травматического оружия с нарушением правил. Кроме того, стражи порядка составили около 250 протоколов за нарушение требований к тонировке транспортных средств. В городе Черкесске сотрудники будут заниматься отработкой отдельных видов нарушения. Кроме того, будет обращаться отдельное внимание на свадебные кортежи в связи с тем, что участились случаи применения охолощенного оружия и травматического оружия. Кинолог и его четвероногий напарник тщательно досматривают каждый автомобиль. Ведь от этого, возможно, зависят чьи-то здоровья, а то и жизнь. К свадебным кортежам, разумеется, повышенное внимание. Праздник праздником, но даже размахивание на подобном мероприятии оружием уже дикость. Поэтому полицейские и росгвардейцы стараются не допустить негативного сценария. Рейдовые мероприятия будут проводиться на основе анализа и потока транспортных средств. Будет сделана расстановка всех 14 нарядов. Кроме этого, будет задействовано 5 нарядов скрытого патрулирования. Основная работа будет заключаться в том, чтобы пресекать и выявлять административные правонарушения, а также на перевозку и хранение запрещенных веществ и огнестрельного оружия. Первые рейдовые мероприятия дали неплохие результаты. Уже после них число административных нарушений значительно сократилось. И работа правоохранителей в данном направлении будет продолжена. Артур Мхц, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево, Черкесии, облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Днем в горах местами осадки, дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2 в горах до 8 градусов мороза, а днем до 14 тепла и местами плюс 3 плюс 8. В Черкесии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1, а днем 10-12 градусов тепла. И возвращаясь к предстоящим выборам президента России, в Адыгехабльском и Ногайском районах активно реализуют проект адресного информирования избирателей о выборах. Основная задача обходчика – проинформировать избирателей. Вопросы задают из анкеты, которая в мобильном телефоне. Встречают радушно, признается обходчик. В ауле все друг друга знают, но все же необходимо уточнить данные. Так как проголосовать могут по месту регистрации или же выбрать иной участок, в этом случае обходчик поможет составить заявление о голосовании по месту нахождения и подберет удобный пункт. Еще уточняют, кому может понадобиться переносной ящик, чтобы проголосовать на дому. На данный момент на территории Адыгехабльского района более 3000 заданий, дворов, которые надо пройти участковым избирательным комиссиям. На территории Адыгехабльского района 15 участковых избирательных комиссий, где работают 97 членов комиссии. Из них 33 члена комиссии являются обходчиками. Взаимодействие органов власти с национально-культурными и религиозными объединениями по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей семейных в Карачаево-Черкесской республике эту тему сегодня обсудили в общественной палате. Рассмотрели меры региональной поддержки некоммерческим организациям, выступающим в целях защиты интересов национальности и сохранения их культуры. Подняли вопросы о воспитании подрастающего поколения. Также обсудили профилактические меры, применяемые религиозными и некоммерческими организациями, направленные на сокращение разводов в Карачаево-Черкесии. В ходе обсуждения участники заседания озвучили ряды пожеланий и получили необходимые разъяснения по интересующим вопросам. Сегодня Карачаево-Черкесию посетил народный артист Российской Федерации, представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный. В Черкесии он встретился со студентами и преподавателями Колледжа культуры и искусств имени Слана Даурова. Подробности у Али Баташева. Синтез национальной электронной музыки в живом исполнении семейного ансамбля Кирбижевых. Высокого гостя встречали оригинальной композицией, гармонично сочетающей в себе традиции и современность. Авторское произведение, которое создали, скажем, условно, наша семья. А диджей, который был за пультом, это Аслан Кирбижев, мой старший брат. На барабане сидела моя сестра Аида. Ну и я играла на гармошке. Экскурсию по колледжу провел министр культуры Зураб Агирбов. Гости познакомились с выставкой работ декоративно-прикладного искусства и народного промысла, выполненными учащимися заведения. Затем посетили репетицию студентов в студии театральных технологий, а также студии монтажа и звукозаписи, где ребята показали кадры из собственного короткометражного фильма. Артист пожелал создателям кино успехов и дал высокую оценку учебному заведению. Приятно удивлен и порадовался за то, что наша молодежь в Кавказском регионе учится в таких условиях, в великолепных условиях, под присмотром настоящих профессионалов, которые сразу готовы им здесь на месте доказать свою хорошую форму, играют, поют, монтируют, все делают. Поэтому это счастье, что те слухи, которые активно распространяются, что у нас в регионах ничего не происходит, и что в регионах никто не хочет ничем заниматься, они не соответствуют действительности. Я очень рад тому, что у страны есть будущее. Эдгар Запашный откликнулся на просьбы студентов и в завершении встречи с удовольствием сфотографировался со всеми желающими. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. И последнее. Завтра в период времени 10.43-10.44 будет проведена проверка оповещения населения при передаче сигналов в эфир. Сигнал будет передан путем кратковременного прерывания телевещания на отдельных телеканалах речевым сообщением на фоне логотипа МЧС России. Внимание, внимание! Проверка системы оповещения. Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций просит граждан республики сохранять спокойствие. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма Анна Медиум. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин